Всем доброго времени суток, подписчикам моего телеграм-канала. Запишу короткий видосик, это не для ютуба, ну может быть на ютуб выложу, тоже не знаю. Я, конечно, в шоке, вот периодически заглядывают ко мне в чат телеграма мдшники, дабы убедить нас в своей философии, зачем им это нужно, я не понимаю. Вот, и что больше меня поражает, что они просто с безапелляционной уверенностью утверждают, что всё, вот женщина подала на развод, там сколько, 90% разводов по инициативе женщин, а вот женщина должна ценить мужчину, а вот 50 на 50, только тогда я буду видеть, что она реально ценит меня, а не там мои деньги, чтобы вот, не дай бог, она меня не использовала, вот, чтобы видеть, что она во мне заинтересована, а не в моих деньгах, вот. И вот они до такой степени уверены в том, мдшники, что мы, женщины, всегда виноваты во всём. То есть, может быть, там какие-то действительно есть случаи разводов, где там женщина изменила, отжала квартиру, забрала детей и оставила его на улице. Да, такие случаи имеются, такие случаи действительно имеют место быть, и вполне вероятно, что большая часть мдшников – это вот таких вот обиженных мужчин, у которых там были какие-то там действительно шлюхи, шалавы, которые там изменили, пока он там на работе вкалывал, и потом отжали его же квартиру заработанную, там детей не дают видеть и так далее и тому подобное, и он бедный, несчастный. Да, базару ноль, такого мужика действительно будет жалко, если вина не его. Но, бляха-муха, в 80-19% развода действительно виноваты мужики, потому что бухали, не знаю, били, изменяли, просто чувствовали себя царями, богами, там вот она забеременела его, жена там с грудными детками на руках дома сидит, никуда не денется, а, они начинают борзеть, они начинают гулять, бухать, изменять, а куда она денется, ну вот как в моем случае было, а куда она денется, если он раньше, когда я была без детей, ревновал меня, так боялся потерять, держался за меня, только я родила с маленьким грудничком на руках, он сразу на меня хер забил, сразу, он начал борзеть, он сразу начал, ну он и раньше пил, да, но он еще сильнее, он стал типа просто так беспринципно, так в открытую, а я все равно пойду, ты меня не пускаешь, а я все равно пойду к другу, я хочу отдохнуть от тебя, то есть он не стеснялся показывать, высказывать свое пренебрежение ко мне, он не стеснялся просто всем своим видом, нутром давать мне понять о том, что да куда ты денешься, да я все равно пойду бухать с друзьями и приду под утро, а ты будешь терпеть, потому что я так решил, я, потому что ты никто, сиди и молчи, и таких случаев миллионы, вообще миллионы, и женщины терпят до последнего, вот как я, сколько я терпела, до последнего я пыталась сохранить семью, до последнего я верила, что он исправится, до последнего, ну как же так, ребенок, я же не просто так замуж выходила, я же как семью создавала, мы же квартиру строили, мы же ипотеку эту взяли, и ремонт сделали, и свадьбу сыграли, столько сил, и денег, и вообще ресурсов было вложено в эту семью, в этот брак, столько всего, ну как, я так изо всех сил ценила реально этого мужчину, ценила своего бывшего мужа, и брак, и семью, я и до последнего сохраняла, до последнего, вы переслушайте мою историю на ютюбе, что со мной было, до последнего, и у меня в комментариях смеялись надо мной, Маша, как ты могла такое терпеть, как ты могла такие унижения терпеть, да, терпела, и до последнего сохраняла, а вы, МДшники, мне рассказываете о том, что типа, да, женщина не ценит, она меркантильная, она только на деньги смотрит, тарелочница, чтобы квартиру отжать, детей забрать, типа, оставить мужика на улице с голой жопой, типа, я, теперь я только 50 на 50, и я буду смотреть только, чтобы женщина тоже в меня вкладывалась, только тогда я буду понимать, что она меня реально ценит, что скажешь на это, вот что скажешь на то, что я реально ценила своего мужчину, и я до последнего хотела сохранить брак, но когда тебя, извините, пиздят, унижают, набухиваются до такой степени, что хватаются за нож и чуть ли тебя в ванной не зарезали ножом, это как бы, извините, уже такой брак сохранить просто нереально, тут стоит вопрос о том, чтобы спасать свою жизнь и жизнь своего ребенка, так извините, если в такой ситуации я оказалась, да, другого выхода не дано, тут уже просто дальше сохранять невозможно, дальше был бы, меня ждала бы судьба салтанат, царствие ей небесное, и сколько таких девчонок, да большинство разводов по тем же причинам, что и у меня, большинство, ну что мужики борзеют, борзеют от того, от своей безнаказанности, да куда она денется, я буду творить, что хочу, буду гулять, пить, изменять, бить, а она будет терпеть, потому что она никуда не денется, а я царь и бог, я патриарх, вот так вот, а женщина терпит, до последнего верит, до последнего сохраняет, и когда у нее заканчивается терпение, она подает на развод, а ее потом травят, ты не уберегла семью, ты плохая, ты разведенка с прицепом, что скажете на это, что вы мне скажете на это, не надо мне продвигать свою философию, большинство разводов на вине мужчин, по вине мужчин, большинство разводов, в большинстве случаев разводов виноваты мужики, потому что ведут себя как мрази, как мрази оборзевшие, а брак держится только на женском терпении, и когда это терпение заканчивается, когда она выбирает себя, свою здоровую психику и здоровую психику своих детей и разводится, ты плохая, ты не уберегла семью, ты хреновая, ты виновата, ты разведенка с прицепом, никому не нужна, теперь тебя только юзок, ты не заслуживаешь на счастье, это что вообще такое? А вы заслуживаете на счастье? Вы заслуживаете? У меня все, всего хорошего, МДшники, не лезьте в мой чат, не лезьте в мой телеграм-канал, вы нам свою философию не докажете, и мы никогда с нею не согласимся, тп, бинго, хуинго, что хотите мне там объясняйте, там смейтесь, мне плевать, я знаю, что я права, и большинство, все девчонки мои знают, что я права, и они меня поддержат, начните с себя, начните с себя, начните с исправления себя, научитесь по-настоящему ценить женщину, и она ответит вам взаимностью, а если вы выбираете таких шалаф, которые там родила там вам, потом пошла, изменила, квартиру отжала, ну таких случаев, ну меньшинству, ну реально, не приравнивайте под одну гребенку нормальных, достойных, верных женщин, вот таких, как я, я верная, я ценила этот брак до последнего, еще раз говорю, до последнего, и я еще в чем-то виновата, и теперь я разведенка с прицепом, которая никому не нужна, старая и с тараканами в голове, как они эти тараканы в голове называют, почему они их, потому что я поумнела, мне сложно уже лапшу на уши навесить, одурманить, что-нибудь там, все, я уже все вижу насквозь, я как рентген вижу всех мудаков насквозь, поэтому я с тараканами в голове, потому что мне трудно лапшу повесить, понимаете, все, у меня все, до свидания, всего хорошего, всех люблю, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал,